О Боге-Чернобоге О том, что, ежели не мил белый свет, беги в тёмный лес. Бог-Чернобог — это тот, кого все боятся и представляют чудовищем ада, предводитель зла и злобный враг своего брата Белобога. Что вы думали о Боге-Тьмы? Послушаем. Это сказ о Боге-Чернобоге-повелителе Наве, подаренной нам Северной Ведуньей Ольгой Баяновой в книге «Славянские резы рода». Бог-Чернобог — близнец Бога-Белобога, такой же высокий статный красавец с прямой спиной и расправленными плечами, с теми же правильными чертами лица. Но темна грива волос. И глаза такие, в которые долго не посмотришь. Сам сыт, а глаза голодны. Ровно полгода с 1 ноября по 1 мая по нынешнему лету исчезнению Бог-Белобог хранит священный сосуд всезнания, от которого зависит равновесие наших миров, все их существование. При нем все то, что мешает людям идти по пути прави, разрушается. А начало всего, в самом начале всего сущего, на заре времен, разное, ох, разное, рассказывают про то, с чего именно Бог-род-творец начал творить все сущее, проявляя волю, отдавая свою силу на создание всего того, что должно быть здесь, на родине. И про первородное яйцо слыхали, из которого сначала получилась земля и небо. И про беспредельный, разлившийся по земле мировой океан и мировую уточку, что принесла Богу роду камешек, с которого начался АллатРь-камень. Да, еще много всего. Рассказы-то передавались зимними вечерами от белобородых дедов к внукам-непоседам. И уж кое-что позабылось и запуталось. Но знаем, что при первом творении появились братья-близнецы Белобог и Чернобог. Единое разделилось надвое, стали две противоположности напротив друг друга, и нет им смысла существования друг без друга. От света появляется тень, а тень вдохновляет свет. Недобро и зло совсем нет. Свет и тень, движение и покой, действие и осмысление, созидание и разрушение. Знаем старинный сказ о том, как братья, еще мальчики, дружили и ссорились, как это обычно и бывает. Посадили вместе мировое древо на камне АллатРь, а после устроили битву богов, пытаясь утвердить свое владение над сосудом всезнания. И поссорились уж по-взрослому, разделив меж собой миры. Белобог остался в праве, а Чернобог стал повелителем Нави. Не сразу, видно, бог род смог упорядочить эти две великие божественные силы, осторожно приступил, постепенно навел порядок. Люди не всегда понимали, что свет и тень неразделимы. Люди не всегда понимали, что свет и тень неразделимы. Кроме того, часто неверно понимали сути предназначения этих мировых сил. Почему-то приписывали Белобогу только все доброе и светлое, а Чернобогу все самое злое и темное. Замысел-то был другой в движении и остановке для размышления, созидания и разрушения старого и ненужного. Появление Белобога вместе с Чернобогом было необходимо для равновесия Родины. Тогда в начале времен было еще все зыбко и непонятно. Равновесие было шатким, новый молодой мир не понимал своих правил и мог от любого самого малого неверного божественного поступка развоплотиться и превратиться в ничто. Сам мир был сотворен из черных и белых частиц, на которые Род разделил хаос. В противоположность. Брату Белобогу, который понял свое предназначение очень рано, Чернобог, со свойственным ему недоверием и отрицанием, испробовал и отверг почти все, что предлагала ему судьба. Уходил от обязательств, бросал на полпути дела и отношения, пренебрегал родными, изведал одиночество, предательство, равнодушие. Был надменен и жесток, язвителен, но никогда не был коварным. Ему это не было свойственно никогда. Чернобог, по правде говоря, в то время, когда Бог Род наводил порядок, деятельно устраивал Родину посподручнее, оказался неудел и был в тайном отчаянии, когда нужен смысл жизни, но сам его не видишь и подсказки ждать неоткуда, в первую очередь потому, что рядом нет никого, кому доверяешь. Именно в это время духовной пустоты вспоминают те, кто хочет отчернить Чернобога. Припомним теперь, сказа о том, как попытался Бог Чернобог рискнуть всем, захотел нарушить волю Отца и отобрать у брата Белобога сосуд всезнания. Это была великая битва. А дело было так, когда Род, отец Всевосущего, объявил одного из своих сыновей-близнецов предателем и заключил его в Нави, все содрогнулись от страха и скорби. Кто шептался по углам, а кто и во всеусвышение говорил, «Как может быть, чтобы братья, Белобог и Чернобог, таки дружные, неразлучные, оказались противниками? Это невозможно!» «Но Род наш отец не может ошибаться!» «А что если...» шептали осторожные. «Кому верить?» Паливаными слабые. А вдруг, а вдруг, а вдруг не стихал шепоток. Тогда Род, собрав всех светлых богов, объяснил им, что Чернобог решил объявить себя главным сесть на престол самого Бога и стать правителем всех трех миров. Но так как сущность Чернобога это разрушение, то разрешить ему стать главным это значит обречь новый мир на смерть, ведь сейчас нужно создавать его, а не разрушать. Поэтому, узнав об этих его планах, он, Род, вынужден был выдворить столь опасного Чернобога в Наве. «Он занял престол Наве и сразу объявил войну Белому Свету», сказал Род, испытывающий глянов настоящих вокруг богов и богинь. «Поэтому я передаю правление сильному воину, могучему Сварагу, Белобога же, брата, близнеца, отступника, чтобы прекратить всякие разговоры и подозрения, я назначаю верховным правителем мирового сосуда мудрости, запечатанного девятью охранными печатями. Этим назначением я подтверждаю, что по-прежнему верю и доверяю своему сыну Белобогу. Конечно, войны между светом и тьмой сейчас не миновать, время пришло», сказал Токрот и передал престол Сварагу, а сам ушел в свой терем и приказал по пустякам не тревожить. Свараг же немедля стал готовиться к отпору угрозой знави. Он ударил молотом трижды по белому камню Аллатырю, вызвал три снопа искр, которые превратились в богов Семаргла с Трибога до Радогоста. Встали Сварожичи с Трибог и Семаргл воеводами светлого войска. Радогост, подумав, ушел к Чернобогу. Видно для равновесия. А в это время в Наве Чернобог стал создавать свое войско. Черный камень в Репейских горах прикрывал ход изъяв в Навь, но служил и многим другим целям. К нему и отправился Чернобог, прихватив с собой молот, подаренный ему Сварогом еще в далекие и светлые времена. Ударил Чернобог молотом по камню, посыпались во все стороны черные искры. Те, что упали на землю, превратились в армию устрашающих черных коней, изрыгавших пламя. Искры, летевшие по воздуху, преобразились в тучи воронов и филинов, затмивших дневной свет. Искры, попавшие в людей, превратили их в черных могущественных волшебников и волшебниц, ставших неисчислимой ратью под черные знамена Чернобога. Из-под черного камня незаметно сзади примкнули навьи, подвластные хаосу злые духи, вредоносные чудовища. Они неизбежно появлялись на любой войне, отравляя все вокруг своим зловонным дыханием. Получили они все приказ от Чернобога пока разойтись, ничем себя не проявлять, людей не обижать, а как понадобятся, чтобы все собрались у черного камня. И вот пришло время великой битвы, света и тьмы. Время для людей остановилось, а для богов понеслось вскачь. У черного камня собрал Чернобог свое войско, тысяча черных жеребцов, извергающих пламя, тысяча волшебников и волшебниц с жезлами, на которых насажены ужасные черепа, тысяча черных птиц в небе, навей. Никто пересчитывать не стал, они множились с каждым часом. Так сказал Чернобог своему войску. Ваша задача прорваться к проходу, который ведет вправь, где живут светлые боги, и захватить этот проход. Ваше нападение должно быть внезапным, поэтому мчитесь через явь, не останавливаясь, не убивая никого, не поджигая жилища людей, для них очередь еще дойдет. Берегите силы, только вперед. У входа придется биться с охраной прави, и помните, нам будет помогать тьма. Нужно успеть все закончить до появления солнца. И устремилась эта черная рать через леса и долины яви, минуя селение людей к проходу в великую правь. Чернобог же на своем черногривом начался быстрее ночи к хранилищу мудрости прави. Когда-то род заключил в один сосуд знания прошлого, настоящего и грядущего, которое он получил в тот миг, когда создал родину. Сосуд этот он запечатал девятью печатями, сорвать которые было под силу только хранителю, родом назначенному. Род посчитал это знание сокровенным, даже вредным для всех людей разом, потому что твердое знание будущего ведет к бездействию. Зачем что-то делать, если все равно будет так, а не иначе? Чернобожи всем своим заявил, что если сорвать эти печати, то сокровенные тайные знания разольются по яви, и их победа будет бесповоротной, ведь все остановится и начнет разрушаться. Поэтому, послав свои войска к проходу в Великую правь, рассчитывал сам незаметно пробраться к хранилищу. Быстро домчалось войско на вида прохода вправь, но вести летят быстрее. Их уже ждали, завязалась великая битва. Огненным вихрем в золотых доспехах и с пылающим мечом на своем огнегривом коне налетел на черную рать Семаргу бог огня сын Сварага. Снопами сыпались молнии из глаз огненного бога, с бородой стекала огненная лава. Ему не уступал быстрый стрибах, который был везде, где нужно. Белобог, сверкая глазами ярким мечом, разливал свет перед наступающей тьмой, и та слабела, невзирая на свою ярость. А с ними рядом бились с темной ратью светлые волшебники, птицы, звери. Грозная была битва, в небесах молнии велись, как огненные змеи, вся земля была подобна кипящему котлу, но недоставала силу светлого войска, и уже стало казаться, что силы нави победят, а звездам суждено угаснуть. Но в это время на небе появился в огненной колеснице, запряженной огненными конями Хорс, Бог Солнца, полыхнул он яро и ударил солнечными лучами в черное войско. Не вынесли солнечного света, порождение черного камня, завершали черные кони и ринулись назад, чтобы скрыться в спасительную темноту. Унося на себе темных волшебников, вороны и филины ослепли от ярких лучей и попадали на землю. Навьи, хоть и бестелесные духи, но поддались общей панике и кинулись на утек. Без предводителя как-то ничего не задалось. Скоро поле битвы опустело. Чернобожий, как и задумывал, неожиданно для богов прави появился у хранилища мудрости. Напрасно считал Белобог, увлекшийся битвой, что ни у кого кроме него нет сил сорвать заветные печати. Брат его, равный ему помощи, протянул десницу к сосуду и сорвал первую печать. Брызнуло сокровенное знание прошлого, настоящего и грядущего из-под печати, и капли его пролились в явь, попав на некоторых людей, которые после прославились как пророки. Само по себе это было победой для Чернобога. Белобог же, верховный хранитель печати, в угаре битвы у прохода вправь вдруг осознал неладное, поднял тревогу, рванулся к хранилищу, на помощь к нему кинулись и другие светлые боги. Но то, что задумал повелитель Нави, было уже сделано. Чернобог, увидев противников, предпочел удалиться, не вступая в бой, зная, что светлые боги не могут последовать за ним в Нави. Так закончилась та единственная битва правей Нави. Разделились те, кто почитал Чернобога и проводил свои обряды на вечерней зоре, и те, кто почитал Белобога и выбирал утреннюю зарю для своего чародейства. Даже некоторые боги прави предпочли пойти с Чернобогом в Нави, а остальные укрепились в желании остаться в светлой праве. Все получилось, как задумал род. Противостояние движения остановки света и тьмы, напряженного действия и спокойного ожидания задало мирам более ясную границу. Белобог и Чернобог показали свою равную силу и власть, а людям стали истные различия между двумя братьями, сыновьями рода. К тому же сам род тоже посчитал полезным, если некоторые люди получат пророческий дар, может и не сразу, а научатся люди понимать замысел Божий и волю Творца. Сварог и Сварожичи Семаргл и Стребох привели Матушку Землю в порядок и чтобы раз и навсегда отделить Навь от Яви проложили путь реке Смородине, которая стала границей. С тех пор Навь стали называть еще потусторонним миром, так как расположена она была по ту сторону реки границы. Вот так и повелось. Но не мог род допустить такого перекоса между белым и черным светом и тьмой радостью и мудростью с тех пор, как только заканчивается светлая половина года, на стыке октября-листопада и ноября-грудня встречаются на иномирном перекрестке трех дорог воины двух мировых сил передают во владение на полгода то, от чего зависит существование Родины со всем сущим, что в ней есть сосуд мудрости. Спасением стало для Бога Чернобога решение рода Творца разделения миров и о том, что именно Чернобог должен стать повелителем Нави, хранить у себя половину коллагода сосуд мудрости и предпринимать все, чтобы уничтожить ненужное и остановить быстро, слишком быстро движущееся. Чернобог расстался со своей прежней жизнью, взамен этого получил новый смысл. Бог Чернобог это разрушитель старого, отжившего, того, что должно умереть и не мешать приходу светлого. Его предназначение действует вместе с Богом Белобогом, разделив работу пополам, чистить то, куда вскоре придет белый свет. Он покровительствует тем, кто ищет тайные знания. Вместе с Богом Белобогом хранит Родину от внешнего зла хаоса. противостоит белому свету, воплощает в себе тень, но не зло. Многое передавали о Боге Чернобоге, созданном родом из черных частиц хаоса, и о его силе, и о вечном одиночестве, и о тайной, тщательно скрываемой любви к своей супруге, богине, зимы и смерти, Марине. Непростые божества, сложные страсти. Хотя и приписывают супругам тринадцать злонамеренных дочерей лихорадок, мол, это их дочки, но это по недомыслию. Тот сказочник ни Бога не боится, ни людей не стыдится. Не может быть у наших родных богов злодеек в дочерях. Больше верится в то, что те лихорадки порождения хаоса для Марина они приемные. Словом, нет у бога чернобога дочек, а про сыновей нам пока неведомо, хоть и слышали отголоски о возрождении бога Морока, но дело это пока не поспало. Норов бога чернобога хорошо известен тем, кто носит его оберег и строит его капище. Осторожный, тем не менее бесстрашный, все по плечу, ироничный, критичный по отношению к другим, полон новых неожиданных идей, проницательный, любит одиночество, немногословный, обладает внутренней свободой и любовью к изменениям, но признает долг и обязательство. Уж как капище до алтарей богу-чернобогу ставить, какие дары предлагать, какой оберег соединит человека с этим богом, да чем награждает бог. Это уж отдельный сказ будет. На благо.